Здравствуйте, я Алексей Соломин, Алексей Нарышкин в дневном развороте. Сначала у нас по традиции программа «Персональный ваш» и мы ждем здесь в студии минуту Андрея Кураева, он наш сегодняшний гость. Добрый день, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин, плюс 7-9-8-5-9-70-45-45. Вот Андрей Кураев появился в нашей студии, сейчас будем задавать ему вопросы, а вы тоже можете прислать свои на наш телефон, который я только что назвал для смс-ок. Также аккаунт вызван в Твиттере и в Телеграме, работает. На сайте echo.msk.ru тоже можно задавать вопросы. Ну и, естественно, работает трансляция на нашем канале в Ютьюбе, на канале «Эхо Москвы». Присылайте вопросы и туда. Еще раз добрый день. Приветствуем вас. Хотелось начать с Мединского. Вы, наверное, знаете, что вокруг него происходит. Сейчас связано с диссертацией его вопрос, уже который день не утихает. Сериал настоящий. Настоящий сериал с главным вопросом, лишат его диссертации или не лишат. Скажите, а вы ему сочувствуете, Владимир Мединский? Нет. Почему? Почему я должен ему сочувствовать? Я по жизни так все хорошо. Все удалось. Просто он поддался обаянию популярности своих псевдоисторических книжек. Подумал, что это и есть настоящая история. А вы читали книги? Вы читали, да? Я их листал. Да. И потом долго промывал рот, уши плевался. И так далее. Видите ли? Я, к сожалению, не обладаю должным даром прозорливости. Просто однажды Мединский поднес мне на рецензию руку в своей книге. Такого как бы исторического романа. Крепость, кажется, цензурная. Почему вам? Ну, это, наверное, вопрос к нему все-таки, да. Вот. Я чиново рассчитывал на положительную рецензию. Даже пятилитровую ботуль виски принес. Ох. Лично вам принес. Роман ко мне приехал домой. Вот. Я эту машину прочитал. Ну, когда увидел, что книга посвящена, соответственно, как бы... Поляки штурмуют Смоленск где-то там во времена Алексея Михайловича. Получается так, да. Русские защищают изо всех сил. Почему? Вы не догадаетесь ни за что. Потому что там поляки считают, что там находится какое-то тайное сокровище из тамплиеров. А там, оказывается, находятся сокровища. Но почему? Потому что Алексей Михайлович готовится к освободительному походу на Украину. И понимает, что будут большие потери. И поэтому запас медикаментов для страждущего населения Украины заранее сложил в Смоленске. То есть там рассвященный ботанк? А когда, соответственно, уже все-таки поляки пробивают стену, то тут вдруг из небес спускается ВДВ Российской Федерации. С Калашниковой и сметают эту подпольскую нечисть напрочь. Как-то вот... Нет, я не решил задать полякный отзыв на эту книгу. А через неделю он уже стал министром культуры. Виски. Да, она до сих пор стоит как-то. Что не вернется. Понимаете, какая компания нужна для того, чтобы вот столько вот этого дела выпить. В конце концов, он уже снова может приехать и отметить решение инсцертации. Или, наоборот, утверждение. А в остальном... Ну, я понимаю, это правда. Есть действительно факт того, что есть определенная информационно-техническая война между разными странами, блоками и так далее. Правда. Да и есть определенные иерусофобские какие-то тезисы, число них, которые, например, я отношу к мифу о так называемых потемкинских деревнях, которые, на самом деле, все-таки были настоящие отнюдьми потемкинские. Это еще Панченко показал достаточно давних публикациях 80-х годов. И поэтому, с одной стороны, вроде бы вот этот вот пафос Мединского, когда он был частным писателем, вот что-то такое обосновать, что есть некие злые мифы о России, а на самом деле мы немножко лучше, чем даже самим себе кажем. Миссионер, то, что иностранцы. В этом был когда-то для, там, 90-х, может быть, годов, был в этом какой-то позитивный посыл. Но дальше он вот в этом стиле публицистики решил написать или скомпоновать, скомпулировать и свою, так называемую, докторскую диссертацию. И вот здесь оказалось все-таки уже немножко неприлично. Ты пишешь по текстам, которые ты в оригинале не читал. Если это свидетельство иностранцев России, ты их... Это нужно найти первую статью. Публикации, да, найти по ним, да. Хотя бы иди дальше. Что ты открываешь Америку? Что там у них есть субъективный взгляд? Естественно, любого человека субъективный взгляд. Неважно, кто он. Живет он здесь или проездом был один день. Просто блогер путешествующий оказался. Это совершенно понятно и очевидно. В этом нет ничего нового. У тебя есть возможность что-то противопоставить? Что именно, да? Но факт есть факт. Ведь при всем при том, да, именно записки иностранцев России вплоть до 18 века. Это один из важнейших источников по истории нашей собственной Родины. Кстати говоря, многие из них очень необычны. Например, один из моих любимых текстов – это Павел Олепский. Это человек с уникальным набором идентичности. Он по языку араб, по языку, на котором пишут, да, по этничности сириец, по гражданству турок, по вероисповеданию православной, сына Техийского патриарха. И он приезжает в наши края. Это в каком веке при этом? Это как раз времена Алексея Михайловича и Петроархоникам. Где-то 1654-й год. Так. Когда он здесь оказывается. Но дело в том, что у него уникальный взгляд. Первое. Для него Россия, в отличие от взгляда немцев или англичан, которые здесь бывали, для него Россия – это форпост западной культуры. Что интересно, да? А не наоборот. То есть, если для англичанина Россия – начало Азии, то для азиата, напротив, Россия – начало Европы. Ну, так эти и были. Это правда, да. Во-вторых, он православный сын патриарх, и поэтому его пускают туда, куда Конгерберштейна не пустили бы ни в жизнь. И рассказывают ему что-то такое. Поэтому это жутко интересная. Очень подробная книга, там, тысяча страниц, да, и так далее. Вот. Много очень интересного там сообщается. И что вполне... И это действительно один из классических источников не только по истории России, но и по истории Украины, между прочим. Притом, что слово «Украина» он ни разу не упоминает. Это для него земля казаков. Ну, то есть, этот источник вы считаете застойным? Его можно использовать? Любой источник можно использовать. При этом надо понимать, что любой источник, любой человек носит очки. Понимаете, вот, например, читаю этого же Павла Олебского. Мне для меня интересно, где у него находится зона слепоты. Вот. Что... То есть, чего он не понимает, чего он не может увидеть, чего ему не покажут? Он хорошо понимает, скажем так, чем он восхищается из привычных для нас вещей. Чем возмущается, а чем не возмущается. Вы понимаете, он ликует, сопоставствуя о еврейских погромах времен восстания Байданных на Ленинске. Он с полным восторгом это описывает. Такие молодцы. Казаки от евреев очистили свои города и так далее. Это в этом смысле, да. Это очень субъективное точки зрения, но она очень важна для понимания не только этого человека. а некой социокультурной психологии этих веков, да. Вот в этом смысле любой текст, в том числе и блогеры, вновь говорю, это всегда очень интересно. Все равно не очень понимая тогда в таком случае, почему Мединский был неправ, когда использовал именно эти источники. Да если бы он их нормально использовал, он начинает с ним ругаться. Опровергать их. То есть, понимаете, сама позиция, что это вот какие-то сознательные враги России, которые вот только делали, что нам вредили и так далее. Но это смешно. То есть, это называется притягивать за уши... Тема иностранцев России и России все века, которые Мединский сбал свою тему, это же тема страшно интересная. И это некий миф о том, что Петр только прорубил окно в Европу. На самом деле, то, что Россия дожила до Петра, это следствие того, что уже окошко-то было прорублено. И при Иване Грозном уже появляются все эти военные специалисты, ремесленники, и даже при Иване Третьем еще, да, густым потоком, идущие из Европы. И это одна из главных болей российского московского правительства 15-16-16 веков. Как привлечь иностранные мозги, как не допустить их утечки. Вот в чем штука. А проблема в чем? Сказалось проще, что закрой границу. Заманил сюда, да, как, скажем, вербовали в английскую армию в 19 веке. В товаре напоили, с пьяном поставил подпись, и все. Обратного ухода нет. Но дело в том, что если ты закроешь границу и не выпустишь партию отсюда капитанов и майоров, слух об этом мгновенно произнесется в элите вот этого наемного офицерства всей Европы. И к себе больше уже никто не поедет. А потери в боях неизбежны. Восполнять их надо и так далее. Плюс, опять же, новые технологии и так далее. В общем, все это было крайне непросто. То, что Мединский пишет, это вредно для умов россиян? Потому что, я помню... Для умов вреден главный его тезис, что критерием объективной научной истины является национальный интерес России. Вот это крайне вредно. А как это работает? В чем вредна эта история? Ну, видите ли, Мединский один из людей, не только он, сюда и патриарх Кирилл относятся, а многие другие. Которые создали популярный миф о том, что мифы полезны. Мифы полезны, если они духоподъемные, скрепные, державообразующие. Не важно... По-моему, Мединский говорил про сакральный миф или что-то... Про штоку, там, 28 панфилов. Любые мифы, если они на пользу власти, укрепляют наш мобилизационный потенциал, то не важно, правда это или нет. Важно, что это позволяет строить граждан шеренги по пять. Утилитарный такой смысл. Да, совершенно утилитарный. Я считаю, что это, во-первых, антигуманная и бездравственная позиция. Такого рода манипуляция людьми. А главное, получается, есть некая элитка, которая признает за собой право на лошу манипуляцию массами. Вот это очень опасно. Но в этом случае вполне объяснимо, почему власть так сильно сейчас встала на сторону Мединского. Не скажите, губ. Не скажите, губ. И одна из версий, это то, что на самом деле эта интрига одной из кримлянских башен затеяна, чтобы поменять Мединского на своего человечка. Ну, для этой башенки. А зачем ты? Ну, слушайте, это долго же. Сколько длится эта история с Мединским? Он уйдет отставок через несколько месяцев. Какая разница? Начиналось-то, рассчитывали, может быть, рассчитывали более быстро и так далее. Но здесь, как всегда. То есть, процесс мог начаться совершенно там, есть или нет. У них свои мотивы, совершенно не связанные с политикой. А потом кто-то, может быть, решил, что в тебя не используют это в своих раскладах. Я напомню слушателям в эфире «Эхмосковь» в программе персонального ваш Диакон Андрей Кураев. А мотивы диссернета, они искренние какие-то? Они правильные, чистые? Мне как будто бы послышалось, что они, может быть, чьи-то, не знаю, интересы преследуют не только общественности. Я говорю, что, как раз, я думаю, что их мотивы вполне чистые и вполне научные. Другое дело, что кто-то мог потом и в каких-то из башнях воспользоваться этим материалом уже в своих таких амбициях, своих целях. Но Владимир Мединский, тем не менее, репутацию свою уже потерял. Ведь историки, вне зависимости от решения ВАК, уже имеют к нему определенное отношение. Независимые от него историки, во всяком случае. Беда в том, что людей, независимых от него, становится все меньше и меньше. От него не в смысле Мединского, а людей, независимых от власти. То есть, вот в той версии нашей китаизации, то есть, мы явно как бы стараемся стать филиалом очередного партия за китайской компартией. Думаю, через пару съездов там будет наша морковная делегация с правом голоса. Конечно, в этих условиях понятно, что разрешается мелкая экономическая независимость от государств. Но глобально, ты все равно с ним связан, от него... А глобально, да. То есть, вот вы должны относиться к государству, как к большой материнской сиське. Всякие вот советские штампы. Государство тебе дало, страна тебе дала, а ты неблагодарен, и так далее. Вот все это возрождается сейчас. Понимаете, вот, когда я смотрю новости, я, конечно, всегда молодею. Но, скажем, мы на этой неделе, да? С каким восторгом нам повествуют об этом фестивале молодежи. Всемирном, который проходил. Вы оценили, поверили в значимость этого? Мы много денег потратили на организацию. Я вот не могу себе представить, что где-нибудь на середине Оклахомщина шел репортаж на тему, какие же мы, блин, гостеприимные. К нам всякие чурки приехали, а мы их чаем, поим, танцуем, показываем смущательности нашего города. Ну, что вы говорите, где там про это? Я вот сколько репортажей смотрел оттуда. Ну, собрались, собралась молодежь. Счастливые, довольные лица. Да, на государственные деньги, да, всех свезли. И, ну, им радость порадуются, разбегутся потом. Будут заниматься своими делами. Вы просто не умеете радовать. В своих, кстати говоря, интересах. Молодежь очень умная. Я реагирую на тот репортаж, который я видел. Вот в рефре нам шло минут 15. Как же мы гостеприимны? Как же мы... Это не один репортаж. Я как человек, который видел несколько каналов с этой темой. То есть, вы считаете, что есть некая установка продемонстрироваться? Во-первых, это некий глубочайший комплекс провинциальности. Понимаете, я не думаю, что парижанину будет казаться необходимым кому-то доказывать гостеприимство Парижа. В свете... Или особенной радуши французского национального характера. Чтобы на государственном телевидении про это шли, тем более в новостях, репортажах. Не могу я из этого представить. Ну, потому что у нас очень упрощенное понимание ценностей. Вот у нас говорят, вот же, подождите, мы же культивируем толерантность в отношении к мигрантам. Вот давайте покажем. Нам нужно... Ну, как раньше снимали агитки, так и сейчас снимают агитки. Что же в этом удивить? Ну, вот, по-моему, про агитку у нас в телевидении ничего больше не осталось. Я, кстати, обратил внимание про толерантность чуть ли не в каждом репортаже, на разных каналах обязательно в сюжете есть темнокожие. Обязательно. Видимо, чтобы... Не, а чем это плохо? Просто я... Для меня изначально... Посмотрите, изначально мне неприятно то, что меня пытаются в чем-то убедить. Да, ну, я как бы сам с головой, пусть и не самый образованный и умный, но я вроде как-то кумекать могу до этих вещей. Мне это неприятно. Но в целом демонстрация того, что мы приветливы по отношению к приезжим, к мигрантам, что вот мы должны обязательно показать, что они там есть, что они тоже часть нашего социума. Ну, что же, понимаете, это же идет в антонации, что все равно мы лучше, потому что гостеприимно-то мы реклама себя. Вот, но плюс к этому вновь и ноль говорят, что все равно за этим стоит глубочайший провинциализм. Представляете, даже москвичи, тем более петербуржецы, не будут спрашивать гостей ваши впечатления о нашем городе. Как не скромно? Да, это не скромно, потому что как бы петербуржец самодостаточный. Ему все равно, что житель Тамбова или Челябинск или Нижнего Тагила думает о Петербурге. На моей памяти я был свидетелем одного такого разговора. Как-то увязался с мою дорогу один семинарист с Украины, еще в мирные времена были. И он впервые выехал за пределы своего родного города и Украины. Ну, мне некогда было им заниматься. У меня свои лекции, я поэтому, принимающий в стране, сказал, возьмите на себя заботу о гидовании этого юноши. И серьезные люди, доктора исторических наук и так далее, потратили свой день, свозили его в Царское село и куда только не свозили. И вечером я говорю, ну что, Вася, скажи, какие впечатления, закрепление моего материала, какие впечатления. И Вася сказал фразу, которая стала мемом. Он сказал, здорово. На Донецк похожа. На его родной город. Вот. Ну, понимаете, петербуржцы были в шоке от такого комплимента. Так вот, ну, все равно я говорю, что нормально петербуржецы или парижанин не будут допытывать у гостей ваши впечатления о нашем городе. Вот. Это, вновь говорю, это удел... Ну, вот, видите, петербуржец должен априори понимать, что, знать, что все в восторге. Да. Дело в том, что... Я на секундочку хотел у вас спросить по поводу... Опять про Мединского. А? Опять про Мединского. Не про Мединского, но вернуться к теме зависимых от власти людей. У вас же наверняка среди ваших коллег, знакомых, людей, с которыми вы взаимодействуете, общаетесь, есть люди, которые вам симпатичны, но которые эту зависимость испытывают от властей. Вы в этих людях разочаровываетесь или вы находите понимание их по поведению? Я советский человек, поэтому для меня это зависимость, это некая социальная норма. Это как наличие гравитации или атмосферного столпа, который давит на нас, к ужасу Астапа Бендера. Да. А вот вдруг, если человек начинает летать... Что делать? Летать. Это как? Ну, вот, он обретает свободу. А? Вопреки этому атмосферному столпу или гравитации, да? Вот это достойно замечания. То есть, это получается... А не то, что он аплодирует вместе со всем залом. Получается, на самом деле, то, что априори должно быть нормальным поведением, в смысле, героическим поведением. Если они отказываются впадать в это состояние абсолютной зависимости, получается, вы это поведение замечаете, вы его можете отличить, вы его можете... Это героизм, правильно? Ну, не скажу, что героизм, не будем разбрасываться высокими словами. Но есть некая надежда на то, что в советские времена, да, человек обычный доцент, впреки от марсизма и ленинизма, скажем, или историка ПСС, но при этом он считает, что как бы он исполняет культуру трогерскую цель, потому что между делом он на каждом занятии что-нибудь такое, не вполне соответствующую курсу газеты «Правда» на сегодняшний день вставляет и сообщает своим студентам. А как вернуть это в норму? Потому что ведь это обычное человеческое поведение должно быть. Как сделать так, чтобы люди не впадали вот в этот транс, не делали свою работу исключительно потому, что они кому-то это обязаны? Ну, когда-то об этом, к этому призывался жениться, жить не по-лжи, но в итоге он так и дожил свои дни в статусе городского сумасшедшего. А про городских сумасшедших, а может быть не про них, Петр Павленский, акционист, как его называют, художник, который получил политическое убежище во Франции и там тоже совершил поджог двери французского банка. А вот что вы думаете об этом человеке? Ну, теперь это уже парижская проблема, а не наша. Ну, возможно, он будет экстрадирован сюда, а они от него и избавятся. Зачем такой человек? Ну, вот по последним сообщениям его отправили в некую психиатрическую лечебницу и там его, видимо, будут обследовать. Вообще, когда человек занимается такими делами, раз сжег дверь, получил здесь наказание, потом второй раз сжег дверь уже другого учреждения в другой стране. О чем это говорит? Ну, что человек ничего другого делать не умеет. Кроме к яйцам, к полженкам прибивать и поджигать дверь. Вам жалко такого человека? По-человечески, да. В жизни удалась. Человек сам себя таким сделал, бедняжка. Он же вкладывает во всю эту историю некую подоплеку, в том числе политическую. Для него это процесс. Пробиваются не просто так, это какой-то протест. Я понимаю, вам, возможно, неприятно говорить о сожженных дверях, тем более о яйцах, но, тем не менее. Знаете, когда затем смотришь, как бы, чего сказать-то хотел. Выясняется, месседж крайне примитив. А, по-моему, вот когда он пошел в тюрьму и требовал, чтобы ему назначили статью терроризм, потому что он совершил примерно те же деяния, что и Олег Сенцов, который сейчас отбывает наказание за террористическое действие. Мне кажется, в этом есть такой политический действительно перформанс очень интересный. То есть, это не пустое. Вообще, человек, который решится на то, чтобы его посадили в СИЗО, с угрозой на то, что его посадят в тюрьму, еще требовать для себя огромного наказания исключительно, вроде бы, для демонстрации вот этого странного поведения российского правосудия. Ну, в прошлую эпоху у нас такой же Идич Калимонов был, смысл жизни которого стоял в том, чтобы обязательно его за что-нибудь арестовали бы. Ну, ведь это же не совсем так. Это же не цель у человека, чтобы его посадили. Если бы у него цель такая была, он бы остался здесь, а не уехал в Европу. Здесь конкретное действие по мотивам конкретного происшествия. Приговор Олегу Сенцову, да? Оно действительно укладывается вполне, наверное, в понятие художественной акции. Хотя, художественной акции что только не назови, вроде бы, все творчество. Знаете, это все мне напоминает страничку из Диагена Лаэртса. Женеописания греческих философов. Было такое искусство псогаса. В античности популярно. Искусство поношения собеседника, оскорбления его и так далее, в порядке полемики. Вот. И располагалось там все. Ну, например, Диаген, который вот в бочке жил, не автор этой книжки, а Диаген Лаэртса пишет о Диагене Киньке. Что однажды он проходил мимо Ариапага. И там его какой-то конкурент, другой философ, просил какую-то речь на философскую тему. Диаген встал рядом и начал заниматься мастурбацией. Вот. Все на него вот так косятся. И сейчас это протест. Да. А он говорит, вот видите, это гораздо интереснее. Это вам более интереснее, чем то, что этот дурак несет. Вот признайте цену его философии. Вот если ему, что понимаете, тратить время на обсуждение Павленского, вместо того, чтобы стать какие-то содержательные тезисы, есть же, наверное, на нашей стране и философы серьезные, и политологи, и культурологи. Это же не только мы с Соломиным обсуждаем, и вас примуждаем. Это печально, что повестка дня такой, да, это вру не деградирует. Ну, смотрите, могли бы вместо этого обсуждать те же самые, вы бы сказали про случай с Диагеном, это на сегодня называется панч. Используется на рэп-баттлах активно, кстати, тоже сейчас очень обсуждается. Вы знаете, пройдет еще месяц-два, опять умрет кто-то из серьезных людей. И опять пресса будет цынать, ах, какая жалость, не поговорили, не расспросили и так далее. Да, потому что Павленского. Понятно. Андрей Кураев в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Присылайте свои вопросы, плюс семь, девять, восемь, пять, девятьсот семьдесят сорок пять, сорок пять. Предлагайте темы для обсуждения или комментарии. Присылайте по ходу нашей беседы Алексей Соломин и Алексей Нарышкин в студии радиостанции «Эхо Москвы». Я напоминаю, что мы вещаем на нашем телеканале «Эхо Москвы» в YouTube, и чат там работает. Тоже можете присылать туда свои вопросы. Сейчас будут новости и рекламы. Через пять минут мы вернемся в эту студию. Персонально ваш. Персонально ваш. 15.35 продолжается программа «Персонально ваш» в нашей студии диакон Андрей Кураев. Мы говорили о Петре Павленском, который отвлекает, может быть, от более важных вещей. Еще один человек, который, наверное, тоже отвлекает – Наталья Поклонская. Наталья Поклонская, по-вашему, она вредит представлению о том, что такое верующий человек? Я, может, даже по-другому спрашиваю. Вредит ли Поклонская православие, образу православия? Ну, нет, конечно. То есть, дело в том, что у меня же нет задачи создать какой-то образ такой весь пушистый, лакообразный, лакопокрытым и так далее. Ну, а церковь, мир людей, тут есть все, кто угодно, в том числе и фрики. А вы считаете, что Наталья Поклонская принадлежит все-таки к православной вере? Конечно. Она же не отлучена. То есть, помните, любой человек, который крещен в православии, который не отрекается от этой идентичности и который не отлучен в церковь, таковым является. Он считается православным. Дальше он может быть худым, или толстым, или брюнетом. А вот эта история с царебожниками, это те люди, которые... Это такая секточка внутри православия. То есть, это не является... При этом важно понять, что царебожники и православные монархисты, это не взаимопокрывающие множество. Это разные люди. Вы ее к каким относите, депутату Поклонскую? С вашей точки зрения, по тем вещам, которые она говорит? Я не делал кейсы из ее выражения. Царебожники – это те, кто утверждает, что Николай II – это царь-искупитель. То есть, он ускупил своими страданиями грехи русского народа. Это осуждение действительно еретическое, потому что оно предполагает, что Христос не до конца свою ускупительную местью исполнил. За евреев и греков он расплатился. А вот русские такие свинья, что за них пришлось искать второго Христа. То есть, вопреки такому националистическому пафосу этих людей, на самом деле, они, не подумав, утверждают нечто противоположное их фундаментальному мифу. Но это их тараканы. Но, я говорю, далеко не все православные монархисты являются адептами этой идеи. По поводу Христа, кстати, к этому далеко не все почитатели Николай Трукак Святого являются православными монархистами. То есть, это третья группа. Вы почитаете Николая Трукак Святого? Ну, все православные, да. Но, опять же, как страстарь терпится? Как человека, который смог правильно умереть. А можно отделять Николая, которого надо почитать, от Николая, который исторически филорист? С любым человеком так мы делаем, потому что нет человека, который дня прожил бы и не согрешил. Это слово Писания. И в жизни любого человека, во-первых, любой человек, прежде чем стать святым, он был просто человеком, который ищет истину, ошибается и так далее. Это борется с грехом. В данном случае речь вот именно о статерпичестве. И когда его коммунизация была в 2000 году, то на архивеевском соборе было прямо сказано главой комиссии по коммунизации, метрополитам Ювеналем. Что в дворе первое было поставлено. Что прославление царской семьи не означает коммунизации принципом анархического правления нашей церковью. То есть, это не имеет политических выводов из этой коммунизации делать. И второе то, что коммунизация Николая II не означает его, коммунизация образа его правления. То, как он правил 20 с лишним лет, находясь на троне. Ну, ну, сон. Знаете, у Юиса в Хрониках Нарнии, в последней из них, где описывается апокалиптическая последняя битва, так называется последняя битва, эта сказка. Там есть замечательная фраза. Один из воинов во время боя подходит к мальчику, который там король по усвоим этой сказке. И говорит, ваше величество, вы знаете, рыцарь такой-то погиб. Но, умирая, он велел напомнить вашему величеству, что все миры приходят к концу. Но достойная смерть – это сокровище. И каждый из нас достаточно богат, чтобы приобрести его. Вот это вот христианское рыцарство. И в этом смысле смерть Николая II, она красива в том смысле, что там не было печати мести, ненависти. Вот мы знаем дневники, письма, воспоминания людей, которые были с ним последние полтора года его жизни. Вот это для нас дорого. И второе – в оправдании тех людей, которые возмущаются Матильдой. Это возмущение – это некое следствие громадной проблемы и болезни православия. Имя этой проблемы – это монашество. Монашество – это великий проект, это удивительные люди были, великие и так далее. Вкратце, то есть таков мы. Когда император Константин объявил христианство в государственной религии, то, так сказать, многих христиан это в чем-то оскорбило. То есть христиане, которые до этого видели мучеников, которые пришли в церковь, когда Титна крестится, значит подать местным райком заявку «казните меня по собственному желанию». И вдруг декларирование христианской веры стало социальным лифтом, средством делания карьеры. Получается, никому не угодил. И тогда эти недовольные, горячие, мальчишеские сердца ушли в пустыню. Это монашество – это бескромное мученичество, такое определение. Это очень красиво, это здорово. Это то, что Алеша Карамазов потом по Достоевскому описывает. Я услышал слова Евангелия, хочешь быть совершенно раздай все, иди за мной. Я подумал, не могу вместо всего дать пять копеек. А вместо «ди за мной» просто ходить к обедни. И поэтому вот он ушел в монастырь. Это все очень здорово. Но следствием этого очень интересного проекта стало отсутствие других проектов. То есть, понимаете, церковное сердце влюбилось в идеал монашества. Монашество стало майнстримом. В результате в православии не сложилось образа, традиции христианской жизни в миру. Христианской семейной жизни. У нас нет православной педагогики. Потому что святые отцы – это монахи. У нас нет традиции православной семейной жизни. Но не все же уходили в пустыни. Монашество осталось решать, какое там православие искренне. Что канонизируется, что объявляется примером. До 1990 года. Я еще раз говорю. 1990 год. От Рождества Христова. В наших церковных календарях не было ни одного имени святого священника. Женатого священника. То есть, женатый человек мог стать святым только при двух условиях. Или если он был мученик. Ну, или он был царь. А вот просто женатый по обдиакону нет. Иоанна Кроштадского канонизировали в 1990 году. И то его жена жаловалась на него все ноты, что он как жену знать его не хочет. У них такой аскетический брак. Поэтому несколькими годами позже канонизировали отца Алексея Мичева. Это московский старик, духовник Николай Бердяев. Вот действительно нормальный женатый священник, у которого дети были. И он не был казнен, хотя умер в советские годы уже. Вот это вот первый просто поп, который жил и жил. Жил старик со своей старухой. Жили в добре, в мире, в любви. Воспитали детей хороших. Вот его сын уже был отец Сергеем учеником, отца Алексея Мичева. И вот церковь признала их святыми. Знаете, это вот в наши дни. Это означает, что когда задумывается человек, дайте мне церковь, дай мне пример любви, влюбленности, жизни по любви и супружеской, и христианской. Она ему дает пример отшельника, который... Пример или отшельника, или, прости господи, Петра и Февронии. Про которых ничего не известно, как они любили друг друга, там были ли у них дети, там житие, ничего об этом не говорит. То есть учиться нечему. И вдруг вот в этом полном безлюдии, для мирянина, отсутствии маяков, появляется царь Николай и царица Александра. О которых мы знаем. Их дневники, их письма, их отношения друг к другу, да. То есть тут есть во что вчитаться. Особенно женскому взгляду. Есть за что вчитаться и что полюбить. Ну, получается, что очень многие идеализируют эти отношения слишком. Да, да, пусть так. Но все-таки это хорошее чувство. Поэтому вот просто вот так осуждать этих людей, возмущенных Матильдой... Дело в том, что они же фильма не видели. А им сказали тоже люди, которые фильм не смотрели, что это фильм о том, как царь-батюшка изменял свой Александр. А мы-то знаем, что он Александру любил. Фильм-то не об этом. Получается, опять же, создан некий миф, в котором люди просто не хотят разуверяться. А на самом деле... Ну, просто смотреть реалистично на... Со следующим количеством людей, которые посмотрят фильмы значительно увеличатся. И поэтому... Так они не будут смотреть. Зачем? Это же все... Ну, пока не вижу, что рассказов рецензий умножится, да. Вот, кстати, по поводу мифов, Элрой в YouTube-чатке спрашивает у вас, точнее, просто предъявляет, что... Большинство историков считают Иисуса исторической личностью. Правда, насчет хождения по водам есть расхождение. Вы знаете, есть некая печальная у меня весть для этих историков. И эту весть, собственно, не я им несу, а еще Бультрон. Такой протестантский теолог середины XX века. Уже ко времени Бульта, ну, уже больше ста лет, это было любимое хобби всех европейских историков. Создать образ исторического Иисуса. Вот, очистить Иисуса от иконического нимба, отнять его попов и вот дать народу ешлагоноцри, каким он был на самом деле. Найти плащаницу, гвозди и... Бультрон вполне корректно показывает, что это безнадежное занятие. Что на самом деле надо смириться с тем, что единственный источник наших знаний об Иисусе, до чего мы можем докопаться, с помощью текстологии и чего угодно, библейской археологии и так далее, это то, каким апостольская община видела своего Иисуса, своего Учителя. То есть, все равно первично теигма общины церкви... Вот это... Вы говорите таким образом, что первичен миф, который был создан. Примерно то же самое, что говорит Амединский. Ну, будет, именно это и говорит. Неважно, были панфиловцы или нет. Главное, что... Во-первых, просто сам по себе миф верования людей есть исторический фактор, объективный фактор. Вот он есть. Вот римляне верили в это, да, греки верили в это. Не поняв этого, мы не можем понять очень многих событий. Почему, например, при гибели императора Максентия вдруг вся римская армия его капитулирует? Сражение почему на этом кончается? А как? Ну, что убили одного из генералов. А как относиться к страстным реликвиям тогда? Если первичен миф. Если мы до конца не знаем, реальны эти вещи или нет. Люди ходят, выстраиваются в очереди. Мы эти вещи... То есть, православие с этим совершенно согласно. В том смысле, что и в православии тоже считается, что первична церковь. Христос не писал книг. Но он создал своих учеников. И вот, соответственно, эти его ученики, они свидетельствуют о том, что в их жизни означает этот Иисус, что он с ними сделал. И вот это они нам и говорят. Поэтому быть христианином значит смотреть на Христа глазами апостолов. Вот и все. То есть, в этом смысле Бультман просто сказал то, что говорили и православные богословы. Диакон Андрей Кураев. В эфире радиостанция «Эхо Москвы». Программа персонально ваш. Аплесим 985 970 45 45. Новость, интересно, пришла из Краснодарского края. Там завели дело за оскорбление чувств атеистов. Значит, некий молодой человек, Максим Дроздов, сочинил стихотворение, где выразил сожаление, что сейчас, в общем, нет пока инквизиции, но через пару поколений, возможно, вот эти костры и все сопровождающие элементы не вернутся. И вот теперь человек этот на допросе. Правильно ли, что статья используется, получается, в обе стороны? Потому что, когда за оскорбление чувств верующих преследовали тех, кто якобы их оскорбляет, говорили, ну а как же там чувство атеистов? Кто-то их может тоже оскорбить. Моя позиция не изменилась в топку, эту статью нашего уголовного кодекса. И вместо этого надо, на самом деле, четко артикулировать то, что в западной праве называется преступление ненависть. Вот не надо преступление по поводу религиозного чувства выделять во что-то особое. То есть, если ты целую группу людей обвиняешь в чем-то крайне грязном и провоцируешь ненависть к этой группе людей, за одним исключением, если это только не госслужащие, я бы сделал такое исключение, то по этническому признаку, профессиональному и так далее, не надо обобщать или религиозному. Вот если бы у нас просто вот эту статью сделали бы действующую... Слушайте, а вот, простите, а здесь вот до уточнения. Это вот я читаю по сайту телеканала Life. Это, на самом деле, не та самая статья, про которую мы привыкли слышать, 148, по-моему. Это вот 282-я статья, экстремизм, где как раз говорят разжигание, и отмену которой тоже очень часто требуют. Там же как раз что-то про разжигание ненависти в отношении определённых... Речь идёт о монополии государственного насилия. Есть вон состворение. Призывалось, что давайте-ка мы возьмём правосудие в наши руки и своими судами, инквизиционными, опричными разберёмся с атеистами и так далее. Да, конечно, это дурной призыв. Я не знаю этого стиха. Может быть, это было стих предупреждения. Что, смотрите, вот так может быть, да, мы в этом направлении движемся. Я думаю, что действительно движемся. Вот Алексей Ванесян, который об этом сообщил, говорит, что речь идёт о троллинге, что человек троллил в ВКонтакте сложившуюся ситуацию с массовым оскорблением чувств так называемых верующих. И в этом увидели негативную оценку социальной группы атеистов. Может быть, даже и так. Я много первоисточника не видел, поэтому выдержусь от этого. Для меня сегодня одна из печальных новостей – это то, что не стало новостью. Вот в перерыве я попросил в рекламной паузе открыть сайт Псковской епархии. Она открыта ещё вкладочка здесь. И вот можно убедиться, что там единственная новость вчерашнего дня. За сегодня никаких новостей нет. А вчера – День Ангела местного митрополита Евсевия. А дело в том, что вчера произошла там очень печальная история. Настоятельница одного из женских монстрей этой епархии ехала на этот праздник поздравить митрополита с его именинами. И по дороге произошла авария. То есть, судя по всему, её машина, не игуменья, была за рулём. Другая монахиня, они выехали навстречу, врезались в маршрутное такси. И в итоге эта егуменья, настоятельница, она не смогла выбраться. Она сгорела зажава в этой машине. Две другие монахини находятся в реанимации. Среди пассажиров автобуса серьезных травмородий нет. Но в любом случае, вот видите, смерть монахини – это и инвалидность, страдания двух других. Одно из которых 51 год, другое 34, кажется. Это не повод для митрополита отличия от своих праздников. То есть, сайта епархии не заметил потери бойца. Вот это серьезно. Вообще, это удивит, во-первых, общая черта церковных масс медиа. У нас будет сообщение о том, что появился новый епископ, где угодно, хоть в Африке. Какое торжество новой епископа положено в такой-то церкви. Это антиохийская, это массия и так далее. А если, скажем, румынская церковь за педофилией лишили епископа санам, об этом не будет сообщения на нашей сайта. То есть, вот ничто не праздничное, не поздравлятельное, не попадает на наши сайты. В том числе и вот эти вот печальные новости о людях, прогибших в смертях, которые происходят. Если в этом нет политического контекста, нет повода обвинения бандеровцев, сатанистов, сектантов и так далее, то тогда эта новость неинтересна. А как обычно происходит? Как обычно сообщают о смерти служителей таких достанностей в высоком положении? Нет, но есть три варианта. Первый. Можно просто сообщить, что, к сожалению, ушла ко Господу наша сестра Анна в данном случае. Настоятельность такого-то монастыря. Второй вариант. Добавляем к этому, что правящий архиерей высказал свои соболезнования сестрам монастыря. А третий вариант, что он еще при этом и помолился. Какой-нибудь там панихидку послушал. Не говорю о том, что он... С вашей точки зрения, это как у нас многое делается, чтобы не портить праздничного настроения? Ну, здесь одно из двух. Первое, да. Или, в принципе, не замечают? Ну, не знаю. Какое-то уникальное равнодушие к своим крепостным у нашего начальства. С другой стороны, опять же, это означает, что... Ясно, что не митрополит пишется на своем сайте. Но это означает, что настолько и сами люди, которые делают этот сайт, у него настолько запуганы, что они не могут себе позволить сделать очевидное. Вот такого рода сообщение. Совершенно нейтральное, спокойное. Вот, да, ну, тут умерла, погибла, вот, настоятельница монастыря. Давайте об этом хотя бы нейтральную информацию дадим. Светские газеты «Обской пиф» прошло более суток. Да, это прошло в 10 утра вчера. Сегодня мы с вами беседуем уже вот 4 часа, 16 часов следующего дня. Сообщения нет, да. Здесь последнее новостное сообщение. Это прослужение архипасты. Я на секунду вас верну к троллям. Как вы к ним относитесь? И как нужно реагировать людям с вашей точки зрения правильно? Вот мы сейчас говорили про тролля, который теперь... Против которого возбуждено дело из-за негативной оценки социальной группы атеисты. Он троллил. Это обычно такое сейчас ныне седевое поведение. Знаете, у меня здесь будет ангетинтовская позиция. То есть? Какой-то троллик хорош, какой-то запределенный. Вы себе позволяете такое в интернете? Да. Под своим именем или на него? Я имею в виду с никами, чужими. И опять же я не хожу по чужим сайтам, что с вами комментарии у меня есть. Мой, как бы, вот там я могу. А где вы определяете границу? Вот когда, знаете, уже вам кажется троллить неуместным? Нет, у меня такого графика нет. Но есть какое-то внутреннее ощущение. Какие темы для вас в этом смысле запретны? Где вы не будете троллить? Тема смерти. Ну, смотри, чья. О. Ну, а почему нет? Кого-то из чиновников. Смерть. Есть тут возможность для троллинга? Давайте. Если речь, скажем, вдруг о смерти лидера исламского государства. Я, наверное, обойдусь без выражения соболезнования. Ну, это речь все-таки не троллинг. Это речь не о троллинг. Ну, неважно. Пусть там и в Шабли-Евдо была вполне замечательная карикатура. Как гури на облаках ловит кусочки. Очередного шахида, который взорвал себя. Андрей Кураев, Диагон в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Мы вынуждены закончить. Наше время уходит. Алексей Нарышкин, Алексей Соломин. Через некоторое время продолжится уже дневной разворот. Никуда не уходите. Спасибо. Персонально ваше.